Ваше представление о жизни и биологической смерти. Поехали! Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Владимир. Вот и настало время для седьмой части «Земля – тюрьма для душ». Неприятно осознавать, что люди, даже которые меня смотрят постоянно, никак не могут осознать, что решетка, отделяющая от их свободы, находится именно в их голове. Они даже не понимают, что человеческие основные ценности, догмы, интересы и даже вкусы, навязаны им с самого их рождения, с целью держать их в этой тюрьме. Вечно! Ведь именно пока вы являетесь частичкой единого искаженного пазла и механизма, этот материальный, несправедливый мир будет существовать для вас. Материальный мир – это оково сознания, искаженного сознания. Все навязанные искаженные ценности – это звенья цепи, удерживающие вас на коротком поводке. И чем вы ближе к чистому и светлому сознанию и осознанию себя как личности, а не шестеренке этого механизма, тем ближе вы к свободе, к выходу из этой тюрьмы. Все реальность заточена для того, чтобы вы не могли опомниться и вспомнить цель этой игры. Ведь это и вправду игра, потому как игра является априори и тюрьмой. В игре есть правила и сцена, где вы играете свою роль как актеры в рамках этой сцены. А в компьютерной игре есть и границы, за которые невозможно выйти, потому что... Я королева клинков. Субтитры создавал DimaTorzok Духовной чистоты, гармонии, тела и его духа. Его ждала не абсолютная нирвана и свобода, а неприступная и самая крепкая стена, которую он тогда-либо знал. Его стена была камерой его тюрьмы под названием Terra 8. Он осознал, что его стремление к совершенству была лишь программой. Если посмотреть на окружающих, то очень легко можно увидеть и понять, что общество приблизительно делится на три группы. Выживание, комфорт и свобода. В категорию выживания попадают наименее развитые, с самым маленьким опытом в нашей тюрьме. В категорию комфорт попадают те, кто уже ушел от невежества, но еще не дошел до осознания метафизической свободы, не освободился от догматических рамок. В категорию свобода попадают те, кого земное уже особо не интересует. Они ни к чему не привязаны, потому что эти люди разными способами доперли о том, что здесь все нереально, а настоящая реальность где-то рядом, где-то близко. До нее надо сделать несколько шагов. Ограничение свободы души легко контролируется при помощи изолированного пространства и времени. Лучшая тюрьма – это та, где человек даже не подозревает, что он в тюрьме. Тогда он не только не может бежать, но не может даже и представить, и подумать, что отсюда нужно и надо бежать. А что является в наших условиях настолько близким и мощным ограничением, что мы даже не предполагаем, что это может быть тюремной стеной? Это время и пространство. Для большинства же сама эта идея будет звучать полным абсурдом. Заключенный даже не подозревает, что он надежно заперт во времени и пространстве. А орган, который воспроизводит все эти ограничения – наш мозг, запрограммированный на определенную программу и частоту восприятия. Земля – это планета тюрьма. Сюда ссылаются сущности, которые где-то там что-то нарушили. Какие-то законы, гармонии, возможно, или вообще всего мироздания. И теперь направлены сюда, на исправление. Эти сущности внедряются в тела и попадают под все ограничения материального мира, который, собственно, и является исправительным полигоном. Хотя давайте будем откровенны, то, что материальный мир – это не только плохо, но и хорошо. Возможно, это тоже имеет большой смысл. И это, наверное, больше связано с другой теорией, что Земля – это школа. Бесконечным стимулом и смыслом жизни является наше развитие. Это касается не только космоса, Земли, ее природы, но и нас с вами. Земля стала необыкновенной эффективной школой для души человека, как предполагают многие. В нематериальных сферах, где обитает душа после жизни на Земле, условий для столь интенсивного обучения найти непросто, а, возможно, и нет таких условий. Мы избрали свой приход сюда, чтобы выучить индивидуальный урок, который поднимает нас на новый уровень нашего развития – духовного развития. По достижению этого нового уровня мы переходим в следующий класс, в котором усваиваем новые уроки. Процесс обучения практически бесконечен и весьма многообразен. От зеленого богомола до всепроникающей живой энергии в виде бешеного плазмоида, разгоняющих коров и бедных рыбаков на ночной рыбалке. Понимание этого процесса может помочь нам перестать сравнивать себя с другими, делать какие-либо оценки своим современникам и ставить кого-то выше себя, или наоборот. У каждого свои задачи в этой жизни. У кого-то, наверное, ходить на яхте с шелковыми парусами, у кого-то чистить мусорные баки от съестного. И оценивать свое превосходство над другими, или наоборот. Вот, вроде как, бессмысленно. Так же, как мы не будем сравнивать первокурсника математического факультета с выпускником технического луза. Или дядю Сереже, алкаша, который не вылазит из зомбоящика, и человека, который узнал многие тайны мира. Например, Дэвида Айка, гоняющийся за ящерами людьми в шапочке из фольги. Вообще, вы, наверное, поняли, что я вставил несколько саркастический текст во вроде бы нормальную такую информацию, которая принимается легко. И если ее не применять к отдельному человеку, и принять такое очевидное слово и понятие, как справедливость, то не все так гладко. Вот истинное, ценное понимание жизни, самое правильное – это справедливость. Все видео в дальнейшем будет основано на двух этих понятиях – сарказм и справедливость. Все очень просто. Каждый находится на своей ступени развития в своем классе и усваивает свои индивидуальные уроки бытия и вечности. Кто-то, наверное, усваивает это с помощью Хенеси и белого порошка в джакузи, а кто-то, получив по морде, в подворотне. Есть ли разница, я не знаю, судите сами. Есть также такие занимательные гипотезы, что Земля – это или рай, или ад. Я их, конечно, исключу, хотя для отдельных индивидуумов, наверное, так оно и есть. Кому-то рай земной, а для кого-то клоака полная. Земля, школа и тюрьма – эти две теории конфликтуют между собой. Вообще забавно наблюдать, как человек пытается определить свое место в природе. Зачем он здесь? Почему, какого черта он вообще живет в этом мире? Я вряд ли думаю, что какой-нибудь броненосец, кенгуру или коала об этом думает. Это, наверное, свойственно только человеку. Но его мнение даже одного единственного человека может меняться. Все зависит, в каком ты, он, состоянии находишься. Все у тебя хорошо, ты счастлив и думаешь, да, да, это рай земной. Плохо тебе? Ты начинаешь задуматься, а за что мне это? Вспоминают Господа, думают о суициде, идут в церковь за помощью. Если ты, конечно, религиозный человек и веришь, что некая сущность наблюдает за тобой. Или искать проблемы в себе, в самом себе, копаясь в своей голове или в душе, перебирая. Что и где ты не так сделала? Может, это карма какая? Хотя это свойственно и тем, и этим. Кто-то сваливает на другие все свои проблемы, кто-то на правительство, государство. Ну и, конечно, самое распространенное, это объединить все эти вражеские силы, настроенные против тебя, включая самого себя, в некий конгломерат объединенных сил тьмы. Включая, опять же, себя или то, что тебе мешает, твоей свободе мысли. Все виноваты. Я, ты, он, она, вместе дружная семья. Ну, не получается так, к сожалению. Далеко мы не дружная семья, можно сказать, мы разделены на разные небольшие группы по интересам. Если бы было так, что мы все дружная семья, мы бы, наверное, не участвовали в разных войнах. Не только на мировой арене, но и даже на ограниченном участке. Например, в своем районе, подъезде и даже в одной комнате, вроде бы с близким тебе человеком, который был близкий еще вот секунду назад. Почему так? Почему человек так высоко поднялся в технологиях, в отличие от любых животных, которые не могут просто, например, бросить камень или придумать палку-копалку, посадить дерево? Я не говорю про речь, язык и все доступные примеры эволюции для любого самого отсталого человека, который для любого животного это роскошь. Человек, Homo sapiens, практически за короткий промежуток создал новый мир, виртуальный мир. Это я считаю пока вершиной, то, что человек достиг. Но при этом, что касается взаимоотношений друг к другу, человек к человеку, он так близко к животным. Клиническая смерть Во время клинической смерти люди видят разные картины. Многие человеки с Юго-Восточной Азии в своих видениях клинической смерти видели картины, соответствующие буддизму и их культуре. А европейцы, соответственно, картины, соответствующие своему мировоззрению. Человек из племени Массай видел свое представление о загробном мире. Индеец в Северной Америке – свое. Серьезные исследования переживаний клинической смерти начались в 1970-х годах, когда свет увидел книги известного американского психолога Раймонда Моуди «Жить после смерти» и ее продолжения «Размышления о смерти после смерти». Автор изучил и проанализировал 150 случаев клинической смерти и сделал впечатляющие выводы. В секунды остановки сердца души людей покидают телесную оболочку и посещают мир иной, где их встречают ангелы, умершие родственники и друзья. При этом многие случаи клинической смерти не сопровождаются ничем сверхъестественным. Так один из реаниматологов Москвы, Ранд Багдасаров, уже 30 лет возвращавших людей с того света, утверждает, что за все время его практики ни один из его пациентов во время клинической смерти не видел ни свет в туннеле, ни ангелов, ни чертей. Судя по этой информации, а также многим письмам, которые мне приходят, далеко не все люди видят ангелов, чертей и даже туннель. В 1975 году в США вышла книга, состоящая из рассказов людей, которым удалось пережить клиническую смерть. Издание мгновенно стало бестселлером. Читатели с удивлением замечали, что все рассказы о смерти схожи между собой. Многими это было воспринято как доказательство существования загробного мира. Так эти люди рассказывали, что в какой-то момент их душа вышла из тела и взлетела к потолку. При этом они видели суетящихся врачей и слышали их разговоры. Еще один характерный образ – полет по узкому туннелю, в конце которого сияет яркий свет. Все очевидцы утверждали, что свет нес с собой добро и счастье, наполняя душу неведомым покоем. Дальше показания людей обычно разнились. Кто-то встречал ангелов, кто-то видел давно умерших родственников. Некоторые просили отпустить их жить дальше, другие хотели остаться в загробном мире. Если чувство отлета души от тела и полета к свету характерно для людей всех национальностей и культур, то дальнейшее событие во многом зависит от религиозных убеждений человека и его представлений о добре и зле. Первые исследования проводились преимущественно среди американцев, поэтому воспоминания воскрешенных людей схожи между собой. Однако рассказы представителей других культур могут значительно от них отличаться. Что же нам говорит наука? Современная медицина отрицает как существование души, так и возможность загробной жизни. Ученые по-своему объясняют видение умирающих. Например, туннель люди видят вследствие формирования тоннельного зрения в результате гипоксии мозга. Яркий свет проявляется в результате иных изменений в мозгу в процессе умирания. Ощущение счастья и покоя ученые связывают с выбросом гормона серотонина, который происходит во время клинической смерти. А все остальные околосмертные переживания ученые считают обычными галлюцинациями. И с учеными трудно спорить. Почему вы спросите? Да потому что подобные видения и ощущения счастья измененного сознания испытывает наркоман. И чем сильнее наркотики, тем сильнее у человека меняется его картина перед глазами и его ощущения. Все это очень сильно взаимосвязано с нашим главным органом мозгом. Он проецирует нашу реальность. Химия и мозг. Сертонин часто называют гормоном хорошего настроения и гормоном счастья. В определенный момент, когда вам это нужно, идет заправка с серотонином. Создатель этой игры там ничего не создал. Там пустота и хаос разделенных ноликов и единичек. И только знающий божественный алгоритм и исходный код создает эту реальность в одиночестве и только для себя. Общий же для всех алгоритм очень прост. Это коллективное сознание, как огромный мозг большого механизма под названием человечество, определяет свое дальнейшее будущее и пишет себе реальность. Хотя, что такое реальность? Это та же самая иллюзия, подкрепленная уверенностью, что это реальность. Это визуальные картинки перед глазами, тактильное ощущение и чувство. Но все связано с одним аппаратом, главным устройством в человеческом теле, самым защищенным от любых внешних воздействий. Это мозг. Именно он дает эту иллюзию и реальность. Мозг – орган, контролирующий все процессы тела. С помощью нейронной сети он руководит телом, подобно дирижеру, указывая, что и какому органу нужно сделать. Но также это механизм удержания нашего «я», нашей души. Это сложный аппарат, который принимает сигналы от операторов системы. Это ретранслятор информации и контроля. Через него вами управляют и имеют над вами полную власть. Захотят, и вы превратитесь в беспомощного паралитика или незрячего. И вы ничего не сможете этому противостоять. Иногда даже умертвить себя. Мы едим практически то же, что они. Я имею в виду, конечно, животных. Ну да, конечно, мы научились кое-что выращивать, перерабатывать. Но также едим все то, что растет, бегает, летает, прыгает, ползает, находится в статичном состоянии. Мы также грыземся, как стая волков. Да что говорить. Некоторые животные, как я думаю, в развитии взаимоотношения, стоят как минимум на одном уровне с человеком. Хотя какое у них развитие? Они всегда такие были. Например, дельфины и слоны. Эти создания, скорее всего, даже уплыли и убежали от нас очень далеко. В самом простом понимании жизненных процессов. Во благо всех. Во благо своей стаи. Правильной жизни. Справедливой. Ведь это основа из основ. Справедливый мир. Мир, фундаментом которого станет справедливость и взаимоотношения. Так почему так происходит? Почему мы не едим сверхпитательные суперполезные кристаллы под каким-нибудь чудным названием? Не левитируем на крыльях любви к друг другу? Не придумываем, одним словом, совершенное общество? Общество, развитое не на гормонах, а на гармоничном взаимоотношении. Хотя бы друг к другу. И желательно, конечно, еще, что растет, бегает, летает, прыгает, ползает и находится в статичном состоянии. Было несколько примитивных попыток создать хотя бы справедливое общество, равное общество. Тот же коммунизм можно вспомнить. Чем он кончился, чем завершился, мы все знаем. Но это, конечно, примитив все равно. Даже небольшая группа приматов живет себя в коммунизме практически. И в ус не дует. Нет, наверное, в хвост. У них там все по полочкам. Если не считать некие тонкие моменты животного мира, то вполне себе коммунизм. Во главе альфа-самец, все довольны, мир, дружба, бананы. Почему мы на дороге ведем себя хуже обезьян, а в переполненном автобусе, как в зоопарке? Я не говорю о инстинкте самоуничтожения. Хотя схожесть с животным миром варьируется в зависимости от места пребывания. Тире проживания, в какой мы стране живем. Невозможно сравнить отношения к людям и развития в той же Канаде, Швейцарии и Афганистане. Да и вообще, человек, наверное, самое жестокое существо, если брать отдельных индивидуумов в животном мире. Вот тут реально задумаешься, тюрьма это или не тюрьма? Нас окружают какие-то зэки одни. Под номерами в виде фамилий, имен, отчества, год рождения, паспорта, свидетельства о рождении, прав, прописки, военные обязанности, переписки, регистрации, система контроля на уровне полного тюремного режима. Денежки, карты, чипы в паспортах. Плохо это или хорошо? Наверное, для преступника есть трудности. Хотя, смотря какой преступник, возможно, это результат эволюции. С эволюцией повышается контроль. Но это широкая тема, как-нибудь разберу в другом видео. Теория школы, конечно, хороша. Не познаешь зла, не увидишь добра. Весь этот лепет напоминает мне молитву шизофреника, который разочаровался в жизни и пытается себе внушить какие-то мантры, чтобы окончательно не сойти с ума. Вот точно горе от ума. И ведь это интересует именно любителей покопаться в основах и построения матрицы. То есть умных людей. Тупому это нафиг и не нужно. И сразу вспоминается индийская пирамида, Каста, или, в общем, как хотите ее называть. Выглядит она так. Кто больше всех задумывается о некой справедливости, о душевном состоянии, тот, наверное, близок к осознанию смысла жизни, духовного просветления и бла-бла-бла. Прожил много жизней. Рабочий, купец, воин, наконец, духовник. И тут начинаешь задумываться, кто это у нас духовник или маг? Это тот, кто в битве экстрасенсов отрабатывает деньги и актерское мастерство? А может это Саи Баба, который не раз палился со своими материализациями золота? Нет, ребята, это мошенник высшей пробы. А может все просвещенные ушли в горы? Но в горах обычно пастухи да альпинисты. Ну и бараны. Хотя баранов и в городе хватает. А что нет, посмотрите на идиотов, стоящих за новым айфоном или за книжкой Гарри Поттера. Огромная очередь. Занимает ее аж с самого утра, прошлого дня. Твою ж мать, ты что два дня подождать не можешь и купить это чуть позже? А если подождешь годик-другой, купишь это намного дешевле. Потому что не в тренде. А кто придумал этот вообще гребаный тренд? Кому это по сути нужно? Это арабское слово. Ибо заставляет не отбиться от блеющего стада. Зэк под номером 197905 доносит очередную теорию коих тысяч. В душе он все прекрасно знает и осознает. Приходится носить эту маску счастья. Проявлять невероятную силу воли лишь для того, чтобы в следующей своей жизни его погрузили в нормальный аватар. Многие не понимают, ну почему, почему люди рождаются калеками? Беглецов наказывают строго. Во всех святых писаниях религиозной литературы написано, что это самое страшное деяние. Это не самоубийство. Это побег из матрицы. Матрицу, созданную нейронами нашего мозга. А мозг это лишь приемник и одновременно электрический прибор для удержания вашего я. Для приема информации. Первая мысль, когда человеческое я начинает выходить из-под контроля мозга, осознавая всю бессмыслицу его жизни, жизни, закованной в узкие рамки тюрьмы, это побег. Он пытается бежать, но, о боже, какое разочарование его ждет после побега. Вот один человек спросил на форуме, может ли человек в следующем воплощении реинкарнировать в животное. Другой разумный человек ему ответил, не может, это мое мнение. В реинкарнации нет смысла, ибо мы не помнят своих прошлых жизней, если бы они были. Следовательно, нет никакого воспитательного процесса. Теряется всякий смысл таких перевоплощений. Ты абсолютно прав, потому как это тебе не школа и не ясли. Это тюрьма и игра одновременно. Без игры сложно удерживать человеческое я под контролем. Эта тюрьма не для исправления. А тогда для чего, спросите вы? Для получения определенной энергии. Ты просто батарейка. Все-таки был прав один из персонажей Матрицы. Мы есть батарейки, внедренные в специальный и очень сложный механизм. Вот зачитаю короткое сообщение моего друга. У моей матери с самого детства навязчивая идея была, что мы только разночастотные батарейки, причем без разницы, какую энергию мы излучаем, низкочастотную или высокочастотную, пользуются спросом в космосе и та, и та с одинаковым успехом. Причем после того, как ты становишься высокочастотной батарейкой, то тебя переводят в соответствующие твоей частоте планеты. В часть космоса, где все такие? И откуда идет сбор именно такой энергетики? И так далее, и тому подобное. Так что все сходится. Сильный жрет слабо. Со временем происходит небольшая уравниловка в виде эволюции прямоходящего безволосого примата. Все-таки не стоит лицемерить. И низ, нижняя часть пирамиды, состоит не только из людей высокого порядка, но и человекоподобных животных, которые, если попали бы наверх, устроили бы настоящий ад. И комфорт в камере растет. Давайте не кривить душой. А все нестыковочки – это лишь из-за недоразвитого серого вещества. Но альтернативщик, плоскоголовый или с головой шарик – «Это неважно», – возразит мне. «Ты что, Владимир, веришь этим масонам?» Они все придумали, чтобы нас запугать. Религиозный же фанатик сразу захочет мне долбануть крестом по лбу и с возгласом «Уймись, еретик и богохульник!» начнет мне читать заповеди, при том не забыв потом взять с меня за эту компенсацию в виде бумажек севидящим ока. Сговорились сволочи, уйду-ка я в ряс. Но не хочется, матрица держит меня за разной части. Ведь мало, какая самка согласится собирать со мной грибы. Это все, парни, это все, это какая-то… Это все, вы представляете? И это все грибы. Жить в хижине, без горячей холодной воды, без какого-либо комфорта, хотя многие люди сейчас уходят в лес и создают себе неплохие условия. Выкапывают скважины, ставят солнечные батареи или ветряные мельницы и создают себе комфорт. Там нет интернета, да и тех же людей, которые мы с одной стороны ненавидим, нам не хватает. А что я вообще про справедливость и глав корпорации песню-то запел? Про людей, которые управляют всеми процессами. Все элементарно. В политике, как и в бизнесе, я имею в виду высшую лигу, занимают места самые сильные и безжалостные, самые хитрые. Возможно, конечно, у них голубая кровь и рода они другого. Но пока эту теорию забросим на верхнюю полочку. Так вот, есть мнение, что вот эти самые влиятельные люди на Земле это старые зэки, которые понимают, что досрочки им не видать. И лучше уж хорошо им будет здесь и сейчас, чем когда-то и не скоро. Да еще и в теории. Никто ж гарантию не дает. У них-то тоже в чердаке пусто. Память-то стерта. И получается, что самые сильные, хитрые, безжалостные объединились в разные кланы, сообщества, группы, тайны, клубы, общества и там подобное. Они самые старые зэки, авторитеты, тюрьмы. И, конечно же, здесь нет никакой справедливости. Но мы упускаем один важный момент. Все-таки немножечко охотно мне оптимистическую теорию задвинуть. Это время. Абстрактное понятие, придуманное человеком для сомнительного удобства. А обслуживание, периодичности событий, времени, ребятки, не существует. Нет его. Ну, как бы оно есть, но оно сжато. Просто невероятно в нашей мире. И существует только для того, чтобы мы тянули срок. И при чем здесь это? А при том, что можно найти объяснение, почему начальник зоны обходов не делает и позволяет режим нарушать беспредельщикам. Это все происходит на самом деле в течение часа, одной минуты. То есть наша жизнь может длиться час, а может и минуту настоящего вселенского времени, в котором мы находились, перед тем, как попасть сюда. Целая цивилизация, возможно, это как большое кино в формате полнометражного, а может вообще короткометражка. Включен под номером 197905, готово. Вратарь. И ты заполни контроль. Время нахождения в обратаре 2. Время нахождения в обратаре 40 минут. Включен под номером 197905, готово. А что, мы в игры, в стратегии играем, целые вселенные строим за пару часов. Помнится, мне присылали письма со сказами. Да я и сам, открою вам тайну, был в таком состоянии, когда моя жизнь, как кинопленка, пролетала перед глазами. А во время сна, наверное, многие помнят сны. Когда они в одном сне проживали чуть ли не жизнь. Просыпались, а до подъема на работу еще целых 5 минут. Целых 5 минут можно поспать. Хорошо. И опять в зомбическое состояние теплого трупа. И еще пол жизни пронеслось в этом сне. Звонит будильник, а ты за 5 минут, а чудовище гонялся, и рассекал на новой машине, и на Байкале ловил белую акулу. Да все что угодно во сне может произойти. Времени во сне тоже не существует. А если и существует, то оно очень сильно сжато, и еще больше сжато, чем в реальном мире. Но скорее всего, такого понятия, как время, попросту нет во вселенной. Это одно из главных наказаний в тюрьме. Самое страшное видеть, как твои родственники стареют и умирают. Как их аватары приходят в негодность. Притяжение еще одно наказание, сила которая не дает нам летать. Стертая память, боль, горе, неудача, злой страх. Потому у нас и нет идеального мира. С одной стороны, человек создал виртуальный сложный мир, а с другой, он похож на шимпанзе с зоопарки. Ничем практически не отличается по отношению к своим приматам-собратам. И зачем я вам толкую все это? Да к тому, что чистка, возможно, происходит. И ангелы трубят в трубах. Каждые 300, 400, 500 лет, 1000 лет, да какая разница? Ее могут проводить в виде потопа, а там уже и по заслугам, и деяниям твоим. Система создана из нескольких тысяч кругов. В каждый круг входит не более определенного количества участников. Если вы думаете, что сможете общаться с любым человеком на Земле, вы не правы. Все люди, которых вы знаете, были уже сотни лет с вами, в прошлых жизнях, в прошлых воплощениях. Иногда я замечаю, что видел или знаю постороннего или вроде незнакомого мне человека. Это так и есть. Просто я с ним раньше общался. Прежде в других жизнях, в прошлых реинкарнациях. Возможно, система, конечно, несовершенна. Но справедливость все-таки, как я думаю, существует. И не зря она у нас сидит внутри, где-то внутри понимания того, что должно все быть хорошо и всегда должен быть хэппи-энд. Просто мы ее не видим, потому что отбываем наказание в виде часа ношения специального шлема в белой камере под присмотром очаровательной инопланетянки с глазами, как две дыни. Есть система. Она как будто замкнута на себе. Своеобразная авторкия. Мир, который ограничен рамками, ограничительными системами, которые касаются как человеческого мозга, так и тела. Альфа-доминантный самец в этой системе может быть хоть полубогом, управлять всеми внутренними процессами, но бессилен во внешнем мире. Он просто такой же аватар, в котором вмещена, внедрена сущность для навыка, опыта или исправления. Он также ограничен рамками. Ему неизвестно, что снаружи, как и всем, сущности, погруженные в аватары, пониже пирамиды, соответственно, подчиняются, кто стоит выше. Они, возможно, считают, что это своеобразная вершина пирамиды. Но они, возможно, не правы из-за своей близорукости, террорамок. Это на самом деле маленький мир, который, возможно, даже находится внутри более большого мира. Но никто так и не может понять, что все это иллюзия, как время, так и плотность, гравитация и все, все, все. Некоторые в своем бессилии, перед своим незнанием покинуть эту замкнутую систему, имея самые лучшие мозги, власть и деньги, пытаются хоть как-то приблизиться к знаниям, строят, возможно, всякие коллайдеры, совершают экспедиции за полярный круг. Но отсюда выход только один – покинуть материальный этот мир. Аватар находится на другом уровне бытия. Это вообще другая реальность. Это как залезть в телевизор или выйти из какого-то фильма. Сама пирамида несколько видоизменяется со временем, опускаясь и расширяясь. Она дает больше власти обычным людям. И это происходит явно не из-за желания кукловодов этого мира, потому что появились системы, как контроля, но также и общения, и получения информации, недоступные ранее обычным рабам системы. Вы бы меня и не знали, если бы не было глобальной паутины. Сейчас каждый школьник, гипотетически, может стать популярней и влиятельней президента, и даже иметь власть над умами людей, больше, чем многие религиозные деятели. На этом я и закончу. Слава труду, красному знамени, мир, дружба, жвачка, на псаран. Пока. Но эта тюрьма также ограничена территориально. Главная цель ограждения в том, чтобы человек это не увидел. Не увидел решетку своей камеры. Идеальный раб это тот раб, который это не осознает. Территориальные границы этой тюрьмы всем известны. Просто люди не догадываются, что это границы. Вся зона окружена ледяным барьером. Люди, непосредственно служащие на систему, охраняют ее. Были некоторые попытки проникнуть за ограждение, но они кончились неудачно. Все мореплаватели так и не могли найти выход. Как и философы. Мы живем в тюрьме. Ты должен это наконец понять. В тюрьме, которая очень умело замаскирована, как хамелеон. Она меняет свою маскировку, подкидывает тебе множество проблем через мысли и создание тебе неприятных ситуаций, когда ты только начинаешь задумываться о смысле жизни. Вот почему прозревшие покидают город и уходят от людей далеко в горы. Матрица бессильна без людей, потому как мы ее строим. Мы являемся ее кирпичиками, фундаментом и строителями. Человек в одиночестве отделяется от системы, обрывает связь с обществом и соответственно матрицы. Он уже не подконтролен. Практически. Мы рождаемся рабами. Жизнь каждого человека расписана и запланирована системой самого его рождения. Каждая секунда твоей жизни записывается и контролируется. Каждый человек рождается, его ведут в детский сад, потом он идет в школу, где ему прививаются социальные понятия и нормы. После чего каждый получает образование, устраивается на работу, строит карьеру, рожает детей, уходит на пенсию и нянчит внуков. А потом уходит, чтобы опять прийти. Это горизонтальный вектор, точнее замкнутый цикл, в котором существовали многие поколения. Это замкнутый круг, не имеющий альтернативы. Но если ты вдруг решишься не следовать вышеописной колее, тебе в жизни придется не сладко. Ты будешь изгоем, белой вороной и система будет при любом удобном случае напоминать тебе, что ты ущербный, неполноценный относительно ее. Будешь в системе и будет тебе все хорошо. Она даст тебе и хлеба, и зрелищ. Только за души откажись от здравомыслия и честного видения всего, что происходит вокруг. Отдай системе свои глаза и она примет тебя как родного и будет вести тебя до самой смерти, давая надежду на лучшее и поддерживая в тебе жизнь. Единственное, что нужно системе это твоя индивидуальность. Индивидуальность системе этой матрицы вообще не нужна. Индивидуальность порождает посторонние неправильные мысли для системы. Ты начинаешь теряться в ней, выходить за рамки, покидать свое стадо. А вот теперь я попытаюсь вам объяснить, почему это все происходит. Держитесь покрепче в своих креслах и, как всегда, я говорю, что это теория коих тысяч. Система создана из нескольких тысяч кругов. В каждый круг входит не более определенного количества участников. Если вы думаете, что сможете общаться с любым человеком на земле, вы не правы. Все люди, которых вы знаете, были уже сотни лет с вами, в прошлых жизнях, в прошлых воплощениях. Иногда я замечаю, что видел или знаю постороннего или вроде незнакомого мне человека. Это так и есть. Просто я с ним раньше общался, прежде в других жизнях, в прошлых реинкарнациях. Это сделано для лучшего контроля и оценки, повышения частоты вашей батарейки, для перехода на более высокий уровень. Каждый круг покидает персонажи, сущности, наиболее продвинутые. На место этой сущности загружается новое. Новый персонаж входит в игру. Вначале ему дается щадящий режим, чтобы освоиться и не пытаться сбежать. Кроме этого, тюрьма постоянно совершенствуется на физическом априори виртуальном уровне. Созданы спецкарты контроля для получения и расчета деньгами. Деньги это тоже контроль. Без денег практически невозможно существовать в этом мире. К тому доказательства бомжи, выбывшие из системы. В следующих жизнях они будут жестко наказаны. Сначала были созданы паспорта. Это дало возможность избавиться от рабства. Система постоянно старается улучшить комфортные условия для своих батареек. Системе вообще не выгодно, чтобы человек куда-то там перемещался. В будущем будут созданы капсулы для полного жизненного обеспечения и комфорта. Людям вообще не придется никуда выходить. Интернет также создан для этого лучшего контроля. Через гаджеты, компьютеры и мобильные телефоны в соцсети люди загружают свою информацию. И чтоб человек меньше покидал свое место, тратил попросту энергию. Кроме кредитных карт постепенно будут вводиться в паспорта чипы. Это уже происходит. Потом перейдут на вживление внутрь человеческого тела. Это тоже уже происходит. Все культурные и спортивные мероприятия созданы для получения разных энергий, разной частоты. Стадионы, театры, торговые центры и тому подобные сооружения. Территория, называемая нами Землей, постоянно пополняется новыми батарейками. Потребности растут. Здесь также повышается и понижается частота каждой батарейки тире человека. Совершенствование батарейки идет в разных направлениях. Люди ошибочно полагают, что для них нужна только темная энергия. Светлая энергия ценится больше. Если бы это было не так, мир был бы сплошным адом. Войны и насилие были бы в приоритете. Для таких энергий есть другие планеты или территории. Туда отправляются батарейки с темной энергией. Религиозные учения называют это адом. Территория поделена на разные участки, называемые государством. Над каждым государством есть свои хозяева, кто питается этой энергией. Все живые организмы на Земле также участвуют в этом процессе. Но их энергия менее слабая и не такая чистая, как у человека. Все создания искусственно созданы в целях эксперимента, усовершенствования или просто развлечения. Также Земля из себя представляет огромное реалити-шоу. Через телевизор или любой гаджет вас также контролируют и наблюдают за вами. Войны и серьезные катаклизмы это спецзаказы для получения энергии определенной частоты. Со временем войны будут уменьшаться, так как появляется более щадящая альтернатива. Это компьютерные баталии. Человек выделяет примерно похожую энергию, играя в военные игрушки. При этом удается привлечь более молодое поколение, чья энергия более чистая. И главное, не повреждается аватар, как на войнах. А это затратно. Также люди служат как аватары для внедрения высоких сущностей. Цель развлечения, получение удовольствия. Тому примеры некоторые звезды и политические деятели. Самый реальный пример Элвис Пресли и множество других мегазвезд. При заселении хозяина аватара подавляет более продвинутые сущности. Бывают и пиратские захваты, отсюда непонятные действия человека. Есть даже практика удаления под названием экзорцизм. Система не совсем совершенна. Отсюда появляются духи, так называемые фантомы, которые остались без своего аватара. Но через определенное время идет очистка системы от таких сущностей и их погружают в новый аватар. Все НЛО это дополнительный контроль. Делается облет территории. Контроль в основном осуществляется для охраны от проникновения на землю сущностей высокого порядка и существ с других территорий. Тому пример события в Челябинске, названные Челябинске метеоризм. Наш мир является более примитивной копией высокого мира. В дальнейшем человечеству будет позволено иметь собственный это только самые азы, самые начало глобального процесса в будущем. Персонажи игры получат те же ощущения, что и человек здесь. Человек сможет загружаться в персонажей игры и строить свои собственные миры для получения энергии, которая в свою очередь будет уходить им. Сбежать из тюрьмы практически невозможно, но возможно были попытки и даже удачные. На самом деле процесс побега кажется простым, но он практически невозможен. Он хорошо продемонстрирован в фильме Матрица. Ты просто должен осознать, что этот мир нереальный. А якобы нереальный мир, он как раз и есть реальный твой мир. Сущность, покинувшая территорию, становится свободной и подконтрольной только себе. Она уходит из-под непрерывного цикла вселения в аватары и может развиваться по божественному пути развития. Всякие учения типа Хиромантии, Таро, эзотерики, номерологии, астрологии, это накопленный опыт определенных сущностей, наблюдавших за системой, это попытка обмануть систему, улучшить ее под себя. Это имя не приветствуется, потому были проведены карательные меры. Вспомним Святую Инквизицию, хотя все это зависит от личного отношения хозяина той или иной территории, той страны. Религия создана при непосредственном участии этих существ, так как энергия, получаемая ими из спецсооружений, называемых храмы, более мощная. Но со временем в этом не будет необходимости, это уже происходит, система усовершенствуется. Также аватары, тире батарейки, являются и строителями своей тюрьмы, то есть матрицы. С вами был Владимир, не забудьте поставить палец вверх, если вам видео понравилось. Так чему я вам все это рассказывал про клиническую смерть и как она связана с тюрьмой? Есть такой человек, его зовут Кэмерон Дэй, контактер с так называемыми высшими. У меня есть две части видео на канале, ссылки на них я размещу в комментарии. Так вот этот человек говорит, что все эти видения по типу туннеля, ангелов, демонов, транслируются с помощью неких технологий, чтобы нас не отпустить на волю. Зачитаю несколько выдержек из текста. Внутреннему голографическому миражу присуще представление, что двойственность и полярность являются естественными аспектами жизни и что мы должны служить одной или другой стороне двойственности. Это простой элегантный двоичный импринт, стал он настолько реальным, что мы не видим голографического заклинания, породившего его. В самом деле, мы потерялись в голограмме все вместе и пришли к выводу, что это и есть вся реальность. Люди были приучены поклоняться голографическому обману и агентам, которые увековечивают его. Эта голограмма была названа Майейей, индийцами, а гностики называли ее коррумпированный разратный демиург. Одна метафора для описания нашей нынешней ситуации. Мы как стадо кур, набитые внутри крошечного, темного, вонючего курятника. Наши фермеры обещают освободить нас в более просторную загородку, где мы сможем чувствовать себя немного свободнее, но по-прежнему находиться под их контролем. Этот путь фермера гарантирует им продолжать питаться нашей энергией, заставляя нас думать, что мы свободны, благодаря доброте наших похитителей. Перед тем, как зачитать еще одну выдержку, я хочу вам напомнить, что есть такое мнение, что каждый имеет физическое тело и бестелесную душу. Изотерики и даже ученые открыли такой фактор, что у человека имеется несколько тел. Помимо физического есть и тонкие тела, которые в свою очередь делятся на эфирное, астральное, ментальное. Любое из этих тел обладает энергетическим полем, которое при объединении с тонкими телами образует ауру, или как ее еще называют биополе. Что касается физического тела, то его можно потрогать и увидеть. Это тело наше осознанное, как мы считаем, так называемое аватар, которое дается нам при рождении на определенный промежуток времени. Если вы действительно верите в небеса, то это, как правило, включает в себя белые облака, яркие огни, горные вершины. Так вот, доктор Александр это человек науки и медицины. Он утверждает, что побывал по ту сторону бытия, и сейчас он вернулся оттуда, чтобы рассказать, на что же похожа на самом деле жизнь после смерти. что вы увидели там, что почувствовали? Вы видели Бога? Вы так утверждаете? Да. Вы были верующим до этого? Раньше я не верил вообще ни в Бога, ни в Его любовь ко мне. Ну, а теперь, что пишет Кэмерон? Основной инструмент, который они используют для манипулирования над людьми, чтобы сущность согласилась на почти бесконечное количество перевоплощений, является ложный обзор в свете. Когда тело человека умирает, его дух выходит в астральные сферы и начинает изливать большую часть своего личного ранее накопленного света. Если бы этот процесс не прерывался, истинный свет этого существа, изливаясь изнутри, высвободил бы слой за слоем все ограничивающие убеждения, полученные в этом воплощении. Тем не менее, в пределах сферы демиологической системы управления происходит то, что паразиты перехватывают свет, который начинает появляться изнутри духа и отражает его в ослепительной демонстрации красочного внешнего света. Вот почему большинство людей с опытом клинической смерти сообщают о движении через туннель света. Ослепительное внешнее шоу отвлекает внимание духа от света, выходящего изнутри него самого и гипнотизирует его через частоты увлечения и активации всех религиозных доктрин программирования, которым люди были подвержены во время их воплощения. Члены духовной иерархии лжи, такие как архангелы, ангелы и вознесенные владыки, часто будут присутствовать в фоновом режиме во время этого процесса. Если человек наполнен чувством всеобщей любви и единства, они говорят, что это чувство приходит от внешних существ, которые вокруг него. Тем не менее, это чувство всеобщего единства и любви на самом деле выходит изнутри самого человека и отражается обратно от паразитов иерархии лжи. Индивидууму не дают времени, чтобы подумать о том, что происходит, потому что они быстро переводят его фазу обзора жизни. Они показывают маленькое кино из его жизни, которое все о разочарованиях, несбывшихся желаниях, болезненных переживаниях и вреде, которые человек испытывал во время своей жизни. Благодаря этому предвзятому и хитрому обзору жизни у человека появляется чувство, что он плохо прожил свою жизнь, что им и нужно. Они говорят человеку, что даже если ему не удалось столь многих вещей в его жизни, они предоставят ему возможность вернуться еще раз и сделать все правильно в новом воплощении. И бедный человек благодарен за этот шанс и для выкупа долга принимает соглашение, по которому работник системы предоставляет ему шанс воплотиться снова. Если этот человек был воспитан в христианстве, перед ним предстает Иисус и ангелы. Ему будет сказано, что он не достоин того, чтобы войти в Царство Небесное. Конечно, страх быть отправленным в ад настолько силен во всех системах убеждений, что люди хватаются за возможность перевоплотиться и стать достойными, войти в Царство Небесное, которое на самом деле царство Демиурга, оккупанта. После соглашения на перевоплощение, существо затем отправляется в Небесное Царство, в середине Верхнего Астрала, чтобы дождаться реинкарнации. Это царство со вкусом декорировано голографической моделью природы, прекрасными пейзажами и сотрудниками ангелов-хранителей, которые следят, чтобы эти существа вернулись на Землю, когда придет их время. Конечно, эти хранители на самом деле паразиты-пастухи-овец, строжащие свою паству, и нет никакого способа для сущности вырваться отсюда. Вот такое вот мнение Кэмерона Дея, и ведь его слова частично подтверждается многими видениями из клинической смерти. Очень часто люди видят свет в конце туннеля, но потом картина часто меняется, то демоны, то Будды, то Аллах, то Иисус, или тому подобные персонажи. И в принципе все зависит от вас, какую вам картинку транслировать. Но какой бы Кэмерон Дей не был авторитетный контактер, я еще раз вам хочу сказать, что никто не знает, что будет после смерти, потому как все наши мысли, картинки и даже при глубокой медитации нам транслирует наш мозг, живой мозг. Некоторые астральщики говорят, что они покидают тело, но мы прекрасно знаем, что во сне мозг работает даже активней, чем при бодрствовании. Никто не дает гарантии, что астральные путешественники просто научились в определенных режимах использовать свой мозг. Конечно, эту тему я еще затрону, потому что она очень глубокая. А с вами был Владимир, до следующих встреч, пока. Если вам видео понравилось, с вас палец вверх. Земля, тюрьма для душ 8. Есть еще довольно страшная информация про управление душами и втягивание душ разными мощными эгрегорами, которые всасывают души. Слабые души, не имеющие собственного сильного я, волю и индивидуальное сознание. Но эта гипотеза очень свежая и пришла только сейчас ко мне. Звучит она довольно мрачно. Но если ты стал зомби, значит, какая тебе душа? Душа это самоопределение во вселенной. А если ты полностью находишься во власти эгрегора, где там отыскать твое я, где там отыскать твою душу? Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok